Также, просмотрев результаты по рекрутированию и посмотрев результаты недавнего роста, мы увидели очень-очень впечатляющие результаты рекрутирования, ну и, конечно же, невероятно впечатляющие результаты нового роста у новых бриллиантовых директоров, которые закрыли свое звание совсем-совсем недавно. Это наши новые топ-лидеры, новые бриллиантовые директора. Их новое звание, закрытое совсем недавно, позволило им войти в совет растущих лидеров, в консультативную группу лидеров Арифлейм России. И постоянно растущие эффективные результаты рекрутирования также сегодня позволили нам обратиться к ним с вопросом, как вы строите свое рекрутирование, что вы такого делаете, чтобы у вас был такой впечатляющий рост и такие хорошие результаты. И мы очень благодарны за то, что ребята откликнулись с готовностью на нашу просьбу и сегодня согласились выступить на нашем вебинаре и быть первыми лидерами, которые расскажут о своем опыте. И я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас поприветствовали виртуальными аплодисментами наших новых бриллиантовых директоров из города Киров, Елену и Дмитрия Рублевых. И сейчас мы передадим им слово и попросим рассказать о том, как у них получаются такие впечатляющие результаты по рекрутированию. Елена и Дмитрий, сейчас я буду передавать вам слово. Как меня слышно? Слышно ли меня? Должно быть хорошо слышно. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь обратную связь. Слышно, да? Все отлично. Тогда я начинаю. Все правильно я понимаю, да? Вот у меня показывает микрофон, что все работает. Слышно? Все. Все, спасибо большое, вижу. Очень приятно сегодня выступать для вас. Огромная честь для нас, точнее для меня даже больше, потому что сейчас Дима ушел за ребенком в садик. Так как мы в этом бизнесе вместе, то мы стараемся помогать друг другу, мы стараемся все делать вместе. И мы даже не думали, на самом деле, что у нас такие результаты очень классные. Мы очень рады за Аню Кирдянову. Такая молодец. Аня, учимся у тебя тоже. Спасибо тебе, твоей команде за лидерство, за пример для нас. И мы много берем, что у вас есть, какие ваши программы. Поэтому переопыление в нашем бизнесе – это очень важный фактор роста. И это также, я думаю, что для каждого из нас здорово, что мы можем друг у друга учиться. В этом и есть потрясающие возможности сетевого маркетинга. И начну я с небольшой истории о том, что же, как, с чего началось, с чего начался наш бизнес-компания Reflame. Да, мы недавно закрыли звание бриллиантовых директоров, два каталога назад. Мы этому очень рады, потому что мы к этому шли. И буквально в прошлом году, в январе 2016 года, у нас была всего лишь одна директорская группа. Во второй команде у нас было 18%. И мы поставили себе задачу квалифицироваться на бриллиантовую конференцию. В Майами мы туда не попали, но зато мы начали расти. И сейчас мы можем сказать, что очень хорошо, что мы тогда выбрали именно рост в то время. И мы к этому начали стремиться. Наша история началась с меня, с моей мечты. Я просто хотела очень увидеть море. Когда пришла я в Reflame, мне было почти 18 лет. Я была студенткой первого курса филологического факультета. Мои родители-учителя всю жизнь проработали в школе. И поэтому я тоже пошла на специальность учитель. Но я понимала, что я не хочу жить так, как они, в плане их стиля жизни. В плане того, что они не могли позволить тебе поехать на море, например. Они всегда очень любили свою работу. Но я не хотела, чтобы мои дети жили так, как, например, мы живем. Я не хотела жить в деревне. Хотя у нас очень было веселое детство. И все было вообще классно. Но я хотела по-другому, чтобы было у моих детей. И это здорово также, что мы всегда хотим, чтобы у наших детей было лучше, чем у нас. И мы... Я когда пришла в Reflame, у меня первая моя мечта была это увидеть море. Может быть, у кого-то тоже есть такие мечты. Именно вот это меня зацепило в компании. Когда на первой встрече мне задали вопрос, о чем ты мечтаешь. И одна из мечт моих – это было увидеть море. И именно это мной двигало, когда я делала звание директора. Затем, когда я сделала звание директора, свою первую премию тысячу долларов я потратила на море. Исполнила свою мечту. Дальше появилась следующая мечта – найти мужа своей мечты. Но обо всем об этом вы можете читать у меня на странице ВКонтакте, в Инстаграме. И следующая история, вы видите, все на слайдах. То есть, как сейчас все складывается. Это и мы уже вместе 9 лет. То есть, мы вместе развиваем этот бизнес. Это тоже было когда-то прописано в моих мечтах. И сейчас у нас это совершенно другая жизнь, это путешествие. Это та яркая жизнь, о которой когда-то мы мечтали. То, что мы прописывали когда-то просто на бумаге. Это квартира трехкомнатная. Сейчас начинаем делать ремонт дизайнера. Это автомобиль уже ждет нас в салоне. Скоро пойдем получать автомобиль от компании на уровне бриллиантовый директор. И это совершенно другая жизнь, совершенно другой стиль жизни. И ко всему этому, конечно же, нужно… Мы делали очень много действий для того, чтобы у нас это все было. Но мы очень гордимся, в первую очередь, нашей командой. Потому что в нашей команде растут бизнес-партнеры. Это самый главный показатель того, что мы как наставники для своей команды. Мы действительно тренеры, которые… действующие тренеры. И мы очень рады, что в нашей команде более 20 партнеров уже побывали за границей благодаря компании Reflame. Благодарим компанию за возможность путешествовать с уровня менеджера. Это очень мотивирует нашу команду. В прошлом году мы были на 558 месте в аналогичном каталоге. И за год мы прибавили 480 позиций в рейтинге России. Сейчас мы на 78 месте по итогу прошлого каталога. Это была тоже для нас мотивация. Вы видите мой калаш. Когда-то я его ночью сделала. По-моему, в 2 ночи мне в голову пришлось сделать калаш. И я вот сделала такой калаш, и все получилось. Поэтому я очень верю в калаш, я очень верю в мечты, прописанные на бумаге. И этому также мы обучаем нашу команду. Прирост нашей команды в среднем по итогу года составил примерно 150%. Где-то 99, где-то 200% в разных каталогах по-разному. В среднем 150. И мы гордимся нашей командой, нашей бизнес-системой Parus, которая буквально недавно у нас запустилась, летом. И мы радуемся, что в нашей команде растут наши лидеры. И мы также гордимся, что наши спонсоры, наши наставники Натальи Николаевны, Александр Зверянович, Клоковы, они в нас как раз вот это все вырастили. Лидерство, все навыки, которые у нас сейчас есть, это благодаря тому, что мы проходили очень мощное обучение у наших наставников. Спасибо большое нашим наставникам. И сейчас что мы делаем в нашей команде для того, чтобы расти? Сейчас делюсь с вами то, что мы сейчас конкретно делаем, и то, что мы делали, чтобы стать бриллиантами. Какие основные методы приглашения в нашей команде? Три метода, о которых я расскажу. Первый метод – это список знакомых. Это знакомые, которых мы знаем. Это те знакомые, знаете, такое замыленное уже слово, да, список знакомых. Но мы, я до сих пор сама работаю по списку знакомых, до сих пор сами мы рекрутируем с Димой по списку знакомых. Он не заканчивается. Я помню, когда мы с Димой познакомились, первое задание, которое я ему дала, это было написать список знакомых. Он написал буквально за несколько часов список знакомых 300 человек, и мы до сих пор с ним работаем, с этим списком. И до сих пор его знакомые приходят к нам. 8-9 лет спустя они стучатся к нам, пишут сообщение, что мы готовы, пора начинать. И список знакомых – это постоянно, это классика сетевого маркетинга. Мы им пользуемся. Знакомые, наши знакомых никогда не заканчиваются. То есть никогда не нужно решать за человека, но я тут долго останавливаться не буду. Просто никогда не забывайте свой список знакомых. Составление списка знакомых первые 72 часа после регистрации. Мы прорабатываем это с нашими партнерами, чтобы они по максимуму быстро составили список знакомых, если они настроены на результат. То есть сначала мы отправляем видео о сути бизнеса, затем обязательно успешный старт, ну то есть, естественно, все вот эти шаги верификации, активация кабинета. Дальше по максимуму мы проговариваем про 3П, как человек понял, как понял он суть бизнеса, и обязательно говорим, что с чего нужно начинать. У нас есть задание в успешном старте. Успешный старт у нас есть на YouTube-канале, вы можете посмотреть, какой у нас успешный старт, и обязательно там есть задание написать список знакомых. И после этого у нас созвон в течение 3 дней, мы начинаем работать по нему, то есть проговариваем с новичком, кому мы будем звонить. Вот сегодня я уже сделала несколько таких звонков. Что мы будем говорить этим людям, твоим знакомым? Конкретно прямо фразы проговариваем, кому, как мы можем рассказать об Reflame. Вот если ты позвонишь Маше, кто такая Маша, чем она занимается, через что ты Маше расскажешь про Reflame, какие ты вопросы Маше задашь. Вот, то есть обязательно прямо сразу переход к действиям, переход к действиям прямо сейчас, прямо сегодня. Скольким людям ты можешь позвонить сегодня, именно сегодня. Дальше помощь в подборе текста и нашего предложения. То есть, да, вот что конкретно мы можем с тобой предложить конкретному человеку. И мы этим, ну, это для нас очень важно, чтобы запустить новичка на действия, прямо здесь и сейчас, а не это все откладывать в долгий ящик. Следующий метод приглашения – это метод приглашения «Марафон знакомства». Я так его назвала, не знаю почему, но оказывается, я им уже давным-давно получала этот навык, то есть я его изучала сама давно, этот метод, но я не думала, что это метод приглашения такой может стать. И в результате этому я научилась навыку давным-давно, и я это делала постоянно, но я не представляла, что это можно именно, как это передать команде, как научить команду знакомиться с другими людьми, как. Это нужно с каждым, что ли, подойти, и с каждым лично, рядышком стоя с ним, этому обучить. И вот долго-долго очень думала на эту тему, и в один момент, когда я пошла чистить зубы, у меня в голову пришла такая идея, что надо создать вот такой чат, где мы будем делиться. Я пришла, села, написала на бумажке 21 лайфхак, как передать людям, о чем я хочу им сказать, все вот эти навыки, то, чему я училась много-много лет подряд. Училась, читая книги, училась просто работая на холодном рынке, получая отказы, я этому училась. И вот сейчас у нас создан такой марафон знакомства. Это чат для желающих развить навык коммуникации, потому что наш бизнес – это бизнес отношений, наш бизнес – это бизнес коммуникации. И если мы хотим доносить для людей информацию, то нам нужно научиться самим разговаривать, то есть разговорить с тебя. И когда мы общаемся онлайн, это так, знаете, просто сидишь там, переписываешься, человек не видит тебя, он не видит твою мимику. Ты спокойно сидишь и переписываешься. А если это оффлайн-встреча, то совершенно по-другому. Ты начинаешь думать, так, как я буду выглядеть, как у меня макияж, какая у меня обувь. То есть ты начинаешь уже больше волноваться. А если ты еще и думаешь, а мне вообще нечего сказать, то вообще все прямо, я не знаю, все идет не так, как хотелось бы. Поэтому навык коммуникации – это очень важный навык, чтобы люди умели разговаривать, чтобы они умели выступать на сцене, чтобы к уровню директора они уже так красиво могли рассказать о себе и так вкусно продать тебя, что никто бы не сказал, что это директор, а гораздо выше звание. Практика в полях. Делаем каждый день знакомства и скидываем в форме голосовых сообщений в чат. То есть мы каждый день, у нас есть чат, в котором мы скидываем наши знакомства. То есть я, допустим, познакомилась с кем-то, я рассказываю, где я познакомилась с этим человеком, какую я конкретно ему фразу сказала, с чего я начала, как я поздоровалась. То есть прямо мое знакомство по порядку, по плану. Познакомилась там-то при таких-то условиях. Вот вчера в бассейне, например, с Тимошкой ходили, познакомилась так-то, я прямо рассказываю, я иду за девушкой, девушка остановилась. То есть чтобы человек смоделировал, в какой ситуации он может познакомиться с человеком, с другим, с незнакомым ему до этого. Потому что нам нужно, естественно, свой список знакомых расширять. И вот это и является практика в полях для расширения списка знакомых. Дальше. Каждый день мы туда скидываем в этот чат видеоурок с утра, то есть на 3 минуты примерно. У меня есть на YouTube-канале плейлист «Марафон знакомства». И там 21 видео, которое мы в течение 21 дня скидываем с утра. И это задание на день. То есть, например, там сегодня задание «Улыбаемся». То есть, соответственно, человек, когда идет знакомиться, первое, что он выполняет, это задание этого дня. По итогу 21 дня подводим статистику, поощряем самых активных. Вот сейчас покажу скрины из этого чата. То есть... Так, не сразу почему-то листается. Вот. Это скрины из этого чата. То есть, люди пишут обратную связь. Вот видите, у некоторых... Вот Настя Лобовикова даже иногда в один день делала 5-6 знакомств, потому что не всегда получается у нее выезжать в город. Она живет в населенном пункте. То есть, есть такие партнеры, которые живут в деревне на одной улице. У них нет возможности знакомиться оффлайн, но они хотят этому научиться. Они знакомятся хотя бы сколько-нибудь раз. Может быть, там в город выезжают или еще куда-то. И они знакомятся, и они пишут обратную связь. Дальше следующее знакомство по ситуации, там, здоровья или погоды или еще чего-то, они знакомятся таким образом в онлайн. То есть, навык, который они получают внутри этого чата, внутри марафона знакомств, они это переносят еще в навык общения онлайн. Это очень удобно, потому что люди учатся разговаривать, и они учатся выяснять потребности у других людей и заводить новое знакомство. Причем, что на это очень классно люди реагируют. Там есть некоторые фишки, которые мы говорим. Это все есть в моем видео. Следующий метод приглашения в команде. Это, кстати, у меня по марафону знакомств, мы уже два раза запускали его. Вот сейчас у нас идет второй марафон. По итогу первого марафона знакомств у меня лично было 21 знакомство, конечно же, то есть 3 недели 21 знакомство. И было 8 регистраций личных. По итогу этого марафона второго, пока что у нас прошло 2 недели, то есть 14 знакомств. И иногда я в один день делаю 2-3, если я, например, не могу выйти из дома, мне больше нравится оффлайн знакомство. Из них уже 4 регистрации в этом каталоге у меня именно благодаря этому методу, марафону знакомств. И третий метод – это метод приглашения в команде. Это личный бренд в соцсетях. То есть это тот метод, который долгоиграющий, то есть он не сразу даст результаты. Это метод зачетки. Когда мы сначала работаем на зачетку, мы сначала работаем на свою личную страничку, и только потом она начинает работать на нас. Когда-то уже 3 года назад я начала просто писать каждый день на своей стене. Каждый день минимум один пост. То есть чтобы мои знакомые, мои друзья, они видели, что у меня происходит движение на страничке. Один пост в день – это минимум. То есть нужно найти свою целевую аудиторию, что мы хотим до нее донести и чем мы можем быть им полезными. Нужно быть интересным, как красивый журнал. Для кого мы там пишем, то есть чтобы было более целенаправленное влияние на тех людей, кого мы хотим пригласить. Постепенно, постепенно это копится обязательно. И у меня тоже есть скрины тех людей, которые пришли к нам в команду недавно. Они уже менеджеры в нашей команде. И перед тем, как начать писать на своей странице что-либо, я рекомендую написать о себе пункты, прямо чем вы можете быть полезны. Хотя бы 10-15 пунктов. Задача – разговорить целевую аудиторию и сделать эту целевую аудиторию активной на вашей страничке. То есть призвать, чтобы они там что-то делали, писали. И отвечали на какие-то ваши вопросы. Они активны были в комментариях. Кстати, активность странички тоже увеличится. Вот скрины тех людей, которые пришли буквально недавно в нашу команду. Вы видите, вот 11 июля девушка одна пришла, долго наблюдала за нами. У меня была одна рабочая страничка, на которую уже полгода не захожу. И оказывается, я есть в нее писала. Но сейчас у меня одна страничка, я работаю только с основной страницы и работаю абсолютно без рабочих страничек. 16 июля следующая девушка написала и 21. Вот все эти девчонки, они уже все менеджеры. 12% и вот Ангелина сейчас квалифицируется в Хорватию. 15% в этом каталоге будем делать. Вот то есть три партнера, они сразу друг за другом пришли. Все три мамы в декрете за мной наблюдали и сами написали. И вот это метод зачетки, когда она работает немножко с отставанием, не сразу, да, с результатами. Но люди будут за вами наблюдать, они будут смотреть, как у вас меняется жизнь, ситуация и так далее. Вот недавно здесь вот еще одна вторая ситуация. 10 мая девушка написала, добрый день, Наталья прочитала про вашу интересную, насыщенную жизнь. Вы очень ярко, позитивно. Чем конкретно вы занимаетесь? Мне интересно. То есть просто увидела классные посты у девушки. У нее там фотографии с активного образа жизни. И вот смотрите, чем она занимается. То есть я просто познакомилась с девушкой онлайн. Причем нашла ее на странице другой девушки, с которой мы познакомились на улице в очереди, когда я заходила, ботинки я уносила у Димы или забирала, не помню, из ремонта обуви. Вот. И нашла эту девушку, у той девушки на странице. И написала Наташа. И 24 октября она мне написала, что привет, я по поводу Арифлейм. Сейчас эта девушка, она уже активно начала работать в нашей команде. Наташа очень амбициозно сама написала. И я думаю, что у нас все обязательно получится. Вот такие вот люди приходят со временем. И также еще нас очень мотивирует в Хорватии всю нашу команду. У нас тоже отдельно создан чат по Хорватии. Там более 50 человек в этом чате. Сейчас у нас около 50 человек идет по квалификации. И мы там обмениваемся опытом рекрутирования. То есть мы аудиосообщения скидываем. Как мы рекрутируем, что мы делаем. То есть какие-то фишки, идеи. Рассказываем про квалифицированных рекрутов. То есть каким образом мы человеку донесли о том, что он должен стать квалифицированным рекрутом. Зачем ему, допустим, делать заказ на Wellness. Или как это делать. Аудиосообщениями делимся. То есть, например, человек пишет. У меня уже там одна кушка есть. Вы знаете, все такие. Вау, круто, так здорово. Ты молодец. И вот знаете, такое движение начинается в чате. И этот человек в аудиосообщении рассказывает, что он такого сделал, как он сказал человеку. Прям дословно он говорит, с чего он начал. Как он зарегистрировал этого человека. То есть историю рассказывает. И это очень мотивирует каждого. А также у нас была запущена недавно такая акция. В начале 12-го каталога мы решили сделать конкурс среди потенциальных участников в Хорватии. Ну, то есть, получается, все тогда были потенциальными участниками еще. Любой мог вступить в этот конкурс. То есть, любой мог вступить в эту квалификацию на Хорватию. И мы решили сделать, что у нас будут вот такие условия. По итогу каждого каталога у нас будет победитель на самое большое количество рекрутов личных. То есть, у нас в первый каталог у нас было у девушки 8 регистраций, из них 6 рекрутов. Или 6 регистраций, из них, по-моему, 4 рекрутов. Во второй каталог было 8 личных регистраций, из них 6 рекрутов. И в прошлом каталоге у нас было 15 личных регистраций, из них 6 рекрутов. Я считаю, это очень классные показатели, потому что это все личные регистрации людей. То есть, понимаете, они сами, им реально очень нравится эта акция. Им нравится получать классные подарки. И вот в подарок мы им дарим коктейль. Мы сами лично с Димой здесь вкладываемся, то есть, абсолютно без всяких проблем. И вот еще была номинация на самую рекрутирующую команду. Пригласи самое большое количество партнеров за 11 каталог. То есть, донеси, в чем суть бизнеса. И через старшего менеджера и директора зафиксирую количество регистраций. То есть, у нас была отдельная табличка, в которую мы, директора, заносили количество регистраций стартеров, рекрутов и кушек в таблицу. И мы по итогу каждой неделе подводили итоги, кто на первом месте, кто лидирует. У этих партнеров обучались, учились, они рассказывали, вели вебинары. То есть, чтобы выявить именно сильных лидеров, которые готовы рассказать. А также выиграйте полезный подарок на команду. Это уже условия на команду. Но здесь за 11 каталог, это, наверное... В общем, так как у нас было по итогу 11, поэтому там за 11 каталог. Как написано. Это можно с любого каталога начинать. И у нас командная фотосессия была объявлена на саморекрутирующую команду. Тоже случайно в голову пришла такая мысль, что же сделать для людей, которые рекрутируют. Какое командное такое. До этого мы дарили игру. То есть, у нас тоже был еще один конкурс на саморекрутирующую команду. Мы запустили это на один каталог. И у нас саморекрутирующая команда по итогу каталога получила игру «Элиас в подарок». Они очень были рады этому. И в результате, представляете, эта же самая команда по итогу трех каталогов... Так получилось, что я разместила их фотографию, командную фотосессию. Именно эта команда и выиграла. Как будто коллаж получился. Я их поставила сюда на слайд. И постоянно мы делали промоушен этому. То есть, они были на слайде. Ну, так сложилось. В общем, эта команда и выиграла. И сейчас хочу сказать результаты этой команды. По итогу конкурса самая лучшая команда стала команда Виктории Решетниковой. Первое место. То есть, за три каталога у них 200 стартеров, 122 рекрута. То есть, переход конверсии 60%. Если, кстати, по отдельности разделить, то тоже 60% получается. Даже больше некоторых каталогов. То есть, если посмотреть по итогу каждого каталога, количество стартеров, рекрутов и квалифицированных рекрутов. Все равно получается 60%. Вика была в этом году в Болгарии уже со своим менеджером. Она пришла всего лишь год назад в Арифлейм осознанно. Она долго, 8 лет наблюдала за Тимой. Они вместе раньше жили в общаге политеха, учились вместе. И вот она сама написала. Итог прирост составил 5200 групповых баллов. Открыто 4 новых звания в команде, 2 старших менеджера. И у Вики звание открыто старшего директора и золотого директора. То есть, представляете, вот я считаю, что все равно этот конкурс, он тоже помог. Потому что действительно людям очень нравится соревноваться. И вот Вика особенно, она у нас красная, Вике очень это импонирует. Она прям такой боец. Вика, мы тобой гордимся, ты молодец, у тебя супер команда. Очень рада, что ты настроена на новые победы. Мы знаем твои цели, это очень здорово. Спасибо тебе большое за лидерство, за твой выбор быть в нашей команде. И также еще у нас конкурс для спонсора саморекрутирующей команды, получив подарок на твой выбор. То есть, вот сейчас Вика будет выбирать, что и витамины, коктейль или аксессуар в подарок. Это уже для мотивации, еще и для наставника. Вот такие три плюшки. И хочу сказать напоследок, в конце своего выступления, что главный ключ к успеху – это вы сами. Если вы настроены расти, то ничего не может вам помешать. Понимаете, вся вселенная будет вам помогать. Чем больше цель, тем больше энергии. Вот почувствуйте легкость от себя, от себя самого. Не усложняйте все процессы. Арифлэм – это очень бизнес простой. Это бизнес отношений, это бизнес легкий, это бизнес с удовольствием. Я вам желаю легкого, крутого бизнеса, подъема в этом году. Решите сделать новое звание. И всем желаю квалификации на бриллиантовую конференцию в Австралию. Спасибо огромное. Спасибо за честь выступать сегодня. Спасибо. Всем удачи.